Здравствуйте! Вы на канале Редактура или Жизнь, меня зовут Светлана, и это 13-е видео в цикле роликов о методе книжной архитектуры Стюарта Хорбитса. Сегодня нам с вами предстоит очередное делание руками. Да, если вы не понимаете, что здесь происходит, я отсылаю вас к вводному видео, это первое видео во всем этом плейлисте. Сегодня у нас будет очень интересное упражнение, включающее работу руками. И для этого нам понадобится, в моем случае, доска. Но, как вы понимаете, кроме доски, это может быть что угодно. Да, доска может быть при желании пробковая. Доска может быть заменена легко листком, но я рекомендую все-таки не меньше, чем А3, ну или Батман, если хотите. Конечно же, вы можете делать это просто в тетрадке, просто на развороте, просто достаточно убористо придется писать. Вы можете делать это на компьютере, в Варде, в любом рисовальном редакторе, в общем, где угодно, абсолютно не ограничивайте себя ничем. Что мы будем делать сегодня? Если вы работаете с доской, то, или работаете с листочком бумаги, то в идеале вам понадобится, чем писать. У меня маркер, который мне надо будет не забыть очень быстро стереть, потому что я уже обратила внимание, если оставляешь надолго такой маркер на такой доске, потом почему-то его зубами приходится отдирать. Мне понадобятся вот эти вот чудесные магнитные штучки, и вы увидите, что я пользуюсь вырезанными из бумаги темой, списком цепочек и списком всех моих сцен. Благо, я его только что недавно сделала. Вы, соответственно, можете все это писать. У меня достаточно толстый маркер, поэтому я писать буду только персонажей. Вы можете писать, можете приклеивать. Я буду приклеивать, пользоваться вот таким абсолютно дурацким декоративным скотчем. Я хотела с помощью него упаковывать книги, но оказалось, что он, наверное, красиво смотрится в скраббукинге, но совершенно не держит ничего, то есть даже упаковочную бумагу. Вот я надеюсь, что сейчас он хотя бы пригодится для этого упражнения. Итак, что мы делаем для этого упражнения. Повторяю, что вы можете использовать бумагу, доску, что угодно. Для начала мы берем нашу тему. Мы берем нашу тему и помещаем ее в самый центр. Теперь, вооружившись маркером, мы рисуем несколько кругов. Вообще мы занимаемся тем самим, что делаем мишень. Мои круги будут кривые. Сразу предупреждаю. Очень надеюсь, что у вас более прямые круги, чем у меня. Но что есть, то есть. И теперь мы берем, например, наши цепочки. У меня они вот здесь вот на бумажечках. И оцениваем каждую, не торопясь, не спеша куда-то. Вдумчиво оцениваем, насколько каждая цепочка, она близка нашей теме. Например, вот у меня есть цепочка, надеюсь, вам видно. Да. Цепочка иностранец в России. И она, в общем, не очень близка к теме. Поэтому я располагаю ее на третьем круге. То есть герой, являясь иностранцем, он, с одной стороны, сбежал. Сбежал в страну с чужим менталитетом. Сбежал к людям, чей язык он не до конца понимает. И всегда может укрыться за этим недостатком коммуникации. Из серии... Ой, простите, я не понял, что вы имели в виду. Но, тем не менее, это не центральный момент во всей этой цепочке. Поэтому я ее располагаю где-то здесь. Какие-то цепочки, они максимально близки к теме. Потому что какая-то цепочка даже является, собственно, темой. Я в итоге цепочки максимально зашифровала. Чтобы вам потом было хотя бы немножко интересно читать книгу. Так что вы сейчас смотрите на какие-то очень обгрызенные формулировки. Скотч абсолютно дурацкий. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, с цепочками как-то так. С цепочками как-то так. То есть, есть достаточное количество цепочек, которые очень близки к теме. Конкретно здесь их 5 штук. Есть некоторое количество цепочек, которые довольно далеко. И есть на внешнем круге. По счастью, нет цепочек, которые совсем бы из мишени вылезали. То есть, не были никак связаны. Но даже про те, которые на внешнем круге, еще в следующем шаге предстоит подумать и поговорить. Теперь займемся персонажами. Я некоторых напишу по имени. Ну, например, я думаю, вы уже знаете, что главного героя зовут Том. Ну, точнее, Томас. Сокращенно, Том. И я напишу тех персонажей, в зависимости от того, насколько им эта тема близка. Обозначу их первыми буквами и напишу 10 основных персонажей, которые участвуют в книге. Ну, вот, ура. На самом деле, с персонажами у меня все позитивнее даже, чем с цепочками. Потому что большая часть, подавляющая часть персонажей находится очень близко к моей кривенькой мишени. К центру моей кривенькой мишени. И это меня очень и очень радует. Так что можно переходить к сценам. Вот здесь на тарелочке. На такой маленькой тарелочке. У меня все сцены. У меня, по счастью, был список. Я его только распечатала второй раз. И разрезала ножницами. Сейчас я буду усиленно его на этой мишени располагать. У вас все это будет в ускоренном формате. Потому что здесь 88 сцен. То есть, это достаточно приличное количество времени у меня займет. Ну, и по ходу я буду анализировать близость к теме этих сцен. Посмотрим, какие сцены окажутся близко к центру. А какие сцены, возможно, окажутся за пределами мишени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, мне пришлось... наклеить уже друг на друга. Поэтому рассчитывайте размер вашей мишени, исходя из того, какими средствами вы пользуетесь, исходя из количества ваших сцен. Но я на эту тему не очень парюсь, потому что в первую очередь мы будем рассматривать те сцены или цепочки, или персонажей, которые оказались максимально далеко от центра. Я, как вы поняли, сейчас наклеиваю все достаточно быстро для того, чтобы отснять ролик. Поэтому думаю, что где-то я промахнулась и поместила что-то довольно далеко, хотя можно было поместить ближе. Но я буду заниматься этим позже, когда досниму эту часть. Это не помешает нам в следующем ролике поговорить о том, что же делать вот со всеми этими аутсайдерами. теми, которые у нас оказались на грани, или, возможно, у вас окажется, что они полностью вышли за пределы вашей мишени. Ура! Мишень готова. Мишень готова. Желаю вам удачи в вашем отображении близости к цели всех ваших элементов повествовательных в книге. Ну, а пока приглашаю вас переходить к 14-му шагу, где мы будем делать, решать, как же нам поступать с теми моментами и элементами, которые у нас вылезли за пределы мишени и находятся на самой-самой-самой границе. Это был 13-й ролик в серии видео по методу книжной архитектуры Стюарта Хорбитса. Приглашаю вас переходить к следующему. Продолжение следует...